МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег, пожалуйста, я дам вам слово, почему, собственно, такая тема, почему именно сегодня вы решили с ней выйти? Ну, все на самом деле очень просто. То есть на сегодняшний момент возникла ситуация по Крыжановке. Слава Богу, удалось общественникам Крыжановки пробить вопрос, связанный с их председателем Фонтанского сельского совета Крупица Наталья Григорьевна. Я знаю, что занимались этим вопросом долго. В том числе и Колесниченко Леонид Владимирович занимался этими вопросами. То есть новое руководство области в лице губернатора Михаила Николаевича Саакашвили услышало общественников Крыжановки. Мы теперь сегодня собрались, чтобы наконец-то услышали и общественность Фонтанки. Потому что, судя по всему, проблемы Фонтанки, они не менее острые, чем проблемы Крыжановки. Я сказал бы, даже более острые, потому что на сегодняшний момент разработан новый генеральный план села, согласно с которым территория села, по сути дела, увеличилась в два раза. И понятно, что она увеличилась за счет территорий, земель, паевых, непосредственно людей, которые в свое время получили паи на территории Фонтанского сельского совета. Это жители Фонтанки, те, которые работали в совхозе. Ну и на сегодняшний момент происходят весьма неприятные процессы. Прежде всего для этих людей, я думаю. Поэтому я хочу, чтобы этот вопрос более детально и более подробно осветил сотрудник, не сотрудник, а наш общественник фонтанский, представитель общественной организации антикоррупционной спилки Одессины, неволин Игорь Валентинович. Добрый день. Хотелось бы в двух словах кратко пояснить людям, откуда же взялись эти земли, хотя мы знаем, что земель Фонтанки свободных не было. Действительно, генплан Фонтанки увеличен на 800 гектар, и все это земли собственников. То есть это земли частных собственников, у которых целевое назначение земли – товарное выробництво, на которое наложен мораторий. Так вот, эти люди стали безоплатно передавать паи Фонтанки. Не все приближенные к Мише Наталье Филипповне, депутаты Сичненко, Филипповская, Федоров, Семенов, Замрий. Вот эти люди по договору с сельским советом безоплатно передают эти земли в Фонтанскую сельскую раду. Казалось бы, можно похлопать в ладоши. Спасибо, они по каким-то мотивам отказались, и в землезапасы перешли действительно большие куски земли, которые можно распоряжаться по своему усмотрению. Но на самом деле все оказалось не так просто. Мы видим, что существует сговор Фонтанского сельского совета и этих людей, собственников, которые отказались. Почему это существует? Потому что мы видим, что теперь эти же самые земли, половина этих земель переходит опять собственникам, которые отказались от земель, и членам их семей, только уже не в виде товарного выробництва, не в виде товарного сельскохозяйственного выробництва, а под другим целевым назначением, а именно житловата громадская забудова. То есть на те земли был наложен мораторий, на эти земли, эти земли свободны к продаже, дарить, продавать, под строительство и все. И это слова наши неголословны, это есть подтверждение решением сессии. Эти земли выдаются именно в таком порядке, как они передавались в сельский совет, так же самое люди передают их теперь, сельский совет, вернее, передает этим же собственникам и членам их семей по 15-20 соток гектарами, даже обратно. Значит, то, что эта схема с паями товарного сельхозпроизводства еще носит второй аспект, это недопоступление в бюджет, потому что если бы эта земля меняла целеводное значение из товарного сельхозпроизводства в какую-то любую категорию земель, при этом в бюджет должны поступать средства втраты земель сельхозпризначения. Там мола идет про миллионные суммы. Значит, подкреслюю, что в том числе тут есть знаки злочину с тем, что не поступают гроши в бюджет. Я хочу добавить, вот Александр сказал, про миллионные суммы. Совершенно верно. Если посмотреть соответствующую юридическую практику, допустим, в едином реестре судебных решений, то нетрудно найти, что, в принципе, компенсация земель сельхозпроизводства при смене целевого назначения составляет примерно с дектара, если мне не изменяет память, порядка 200 тысяч гривен. Вот вы и считаете, то есть на 800 дектар увеличилась площадь села, границы села расширились. Сколько вообще потенциально, то есть недополучит бюджет села и бюджет страны, то есть как бы не тяжело посчитать. Скажу так, что вот эта афера с земельными поями и с выделением земель депутатам, членам их родин, працанникам Северной Ради, они пытаются прикрываться ущемниками АТО. Но мы занимались вопросом выделения земли ущемникам АТО, и есть 18 заявок, которые были сделаны с нашей помощью, но из этих 18 получили только три. 15 членам АТО отмолвали. У меня есть документы с мокрими печатками про отмолву. Таким чином, вважаю, что грубо порушены права ущемників АТО, потому что тим людям, которые защищали государство, которые имеют полное право на отримание, отмолвают, а депутаты, которые фактически впливают на принятие решения, отримуют землю. Вважаю, что тут есть знаки злочину. Дякую. А на какой остановке вы не отказываете? Пише, что вольных земель коммунальной властности уже нема, бо уже их раздали. Своим уже раздали. Решение номер 1257-6 от 17.04.2015 года. Значит, земельный участок получила некая Рудюк Василина Ивановна. Значит, это является матерью представителя фонтанского сельского совета Миши Натальи Филипповны. Есть видеоматериал, подтверждающий тот факт, что Миша Наталья Филипповна голосовала за уделение земельного участка своей маме. То есть, соответственно, есть конфликт интересов. И по идее, Миша Наталья Филипповна должна была обратиться в соответствующие органы с соответствующим заявлением о том, что она совершила криминальный вчинок. Вот интересно, есть такой, ой, не криминальный, это коррупционный вчинок. То есть, есть такое заявление Мишины или обращение, или нет. Вот. Также есть, допустим, у нас такое решение 56-й сессии фонтанского сельского совета 13-91 от 07-08-2015 года. Где, к примеру, Карабаджа ГС, это сотрудница фонтанского сельского совета, получает 8 соток. Вот. Значит, депутат там Семенов, вернее, родственник депутата Семенова ООО получает 25 соток. Филипповская НВ, депутат фонтанского сельского совета, получает 25 соток земельного участка. И могу этот список перечислить, вот, он достаточно такой интересный. Вот. Мало того, допустим, некая госпожа Островщук в ИИ, самости и десятников ОИИ, получает, там, один получает 1,8 га, один получает 1 га, другой 0,9 гектара. Вот. Для, это, земель коммунальной собственности в границе села, вот, для ведения особиста селянского господарства. Но мы помним, что, допустим, в 2012 году некая Корецкая, я не помню, Антонина, по-моему, получила перед ООО-регионами, это Черноморская ривьера и город у моря, было передано в собственность 2 гектара земель, вот, прямо перед фасадом, вот, Черноморская ривьера и город у моря, вот, для ОСГ. Вот. И через пару сессий было сменено целевое назначение под автостоянку. Через 3 месяца. Через 3 месяца. Значит, целевое назначение земли было изменено, и, на мой взгляд, это решение, это скрытая схема передачи земли бесплатно частным собственникам, ну, понятно, что это все платно, только, очевидно, денежные средства пошли не в бюджет, а каким-то другим странным образом. Куда-нибудь. Ну, 2 гектара, вот, представляете, 2 гектара фонтанки, где есть официальный сайт Черноморской ривьеры и город у моря, и в том районе продается земельные участки по 11,5 тысяч уе за одну сотку, а тут 2 гектара передали. Я хотел бы добавить то, что фонтанки не менее тысячи людей, которые стоят на очереди на оплачении земли, в том числе, там есть и годчики, инвалиды, многодетные семьи, эта очередь уже около 10 лет. Есть люди, которые стоят 10 лет в очереди за получением земельного участка. А сегодня особо приближенные к императору, в кавычках, они получают землю. Тут несправедливо... Как минимум, что мы установили за последнюю сессию, было выделено за 56-ю сессию, минус 3, допустим, человека, было выделено 38 участков депутатам, их семьям и родственникам. 38 земельных участков. Причем, я говорю, некоторые по 1,8 гектаров. Интересно, да? Да, я как представитель волонтерства хотел бы дополнить Александра, что по факту обещается как бы очень много, но делается на самом деле в разы меньше. Потому что мы ездим, видим, общаемся, и как бы когда в стране началась такая ситуация, то они встали на защиту своей страны и вполне разумно предположить, что по крайней мере государство должно проявить какую-то там благодарность к этим людям, которые защитили, защищают ее суверенитет. Многие остались инвалидами, многие бизнес потеряли, жизни как бы искалечены у многих людей и вполне... А в цифрах это есть? Мы скажем, Александр за себя не скажет, Александр после тяжелого ранения только встал на ноги, еще на костылях пришел сюда, естественно, он за себя не скажет. Но мы знаем, что он действительно там воевал и защищал наше село и его нет в списках, которые требуют землю. Он защищает права своих побратимов, которые там... Я скажу честно, я даже и не подавал, потому что я понимал, потому что борьбу с проявлением злоупотребления в сельсовете я уже веду около 10 лет. Поэтому я даже и не подавал, потому что знаю, что мне будет отказано. А вот за своих сослуживцев могу сказать, что государство такие им право предоставило, а вот органы местного самоуправления отказывают. С 2005 года я веду борьбу с сельской властью, с депутатами и Мишиной. Дело в том, что постоянно я подаю заявление на выделение мне участок, но почему-то мне депутаты отказывают непонятно по каким причинам. Хотя Мишина в своем интервью заявила, что люди, которые подавали вообще не имеют отношения к этому никакого, значит она говорит я не имею права отказать тем, кто подает. Но здесь идет просто как бы скажем так тупой отказ. Непонятно не обоснованно никаких причин нет ничего. Значит я обращался и в прокуратуру и все там значит мне написали, что в связи с тем, что нет свободных земель поэтому нет ну как бы такой отказ. Хотя я нашел участок значит свободный никем не занятый все это подтверждается документами вот но мне опять отказывают. Каждый месяц я подаю заявление каждый месяц идет отказ. Следующий момент. вот фонтанский сельский совет во главе с Мишиной в последнее время занимается только теми вопросами которые интересны для узкого круга людей. Проблемы в фонтанке есть очень много проблем которые должны решаться ну в частности такую проблему как затопление весенне летний период подтопления территории там многие дома там их несколько сот дому подтоплены причем очень серьезно там идет разрушение домов из-за того что в результате неправильного там нарушения системы мелиорации и отведения воды все это стало застаиваться там и люди обращались уже несколько раз я знаю что собирали где-то порядка четырехсот подписей это же большое число значит хозяев домовладений которые страдают этой проблемой но как видите сейчас занимаются другим вопросом дербаном земли как мы видим значит в этом году 10 миллионов гривен это почти 50% фонтанского бюджета израсходовано без проведения обязательных тендерных процедур вот я я хотел бы ну если меня слышат или услышат представители фронтных органов чтобы они эту информацию взяли к сведению умышленно уходят от тендеров умышленно у меня есть документы у меня есть четкая информация которая это подтверждает значит пример на асфальтирование около 8 миллионов гривен по закону о госзакупивлях все работы которые превышают 1 миллион гривен без МДС обязательно проводятся тендер вот у нас фонтанки 8 миллионов на асфальтирование нужно заасфальтировать 15 улиц по логике в нормальных громадах одна программа на асфальтирование улиц села фонтанка есть бюджет 8 миллионов объявляем тендер проводим делаем фонтанки что происходит есть 15 улиц они принимают 15 целевых местных программ и значит дробят лоты то есть получается что ремонт улицы ну к примеру там садовой 999 958 гривен то есть 42 гривны не хватает до миллиона все уже уже не тендер понимаете и вот через умышленное уменьшение лота согласно госзапогу дробление сумм запрещено ну вот опять же я же говорю что если меня услышат представители правоохранительных органов это им информация к размышлению когда громада обращается потом с видными западами правоохранительные органы прокуратуру кто потом их прикрывает вот но допустим буквально потрачу вашего времени там 3 минуты вот у нас есть там на территории фонтанского сельского совета мы активно взаимодействовали с общественником Тарабанько Дмитрием Алексеевичем вот он значит 03.04.2014 года обратился в прокуратуру Коминтерновского района на имя Заперченко Виталия Сергеевича с поведомлением про учение криминального правопорушения вот но я могу зачитать потому что это важно вот он пишет поведомляющий мне стало ведомым про скояние злочину а самое зловживание службовым положением службового подробления выполняющего обовязки сельского головы фонтанского района Коминтерновского района Одесской области Миша Наталья Полиповна яка своими диями за попереднюю змову с рядом осип причинила збытки державного бюджета Украины и державе Украины у розмири приблизно 27 миллионов гривен так как в она может быть значительно больше так 27 грудня 2013 року на 37 сессии депутат 6-го склыкания фонтанского района Коминтерновского района Одесской области який який головой фракции партии регионов при депутатском корпусе фонтанской рады Либом Игорем Евгеньевичем був внесены в додатковых питаниях проект решения произвельсения захода в відносном прибрежно-захисной смуде Черного моря на территории села фонтанка Митаронского района Одесской области який не був наданный встановленный встановленный частина 9 статт. 46 закону Украины при местах самовредования Украины строки 10 дип уразия червового пленарного заседания депутатов сгидно с данным проектом решением Либ Игорь Евгеньевич запропонувал опирающись на информацию специалистов второй категории земельных питаний фонтанской рады пощак Антонина Петровна в том числе с действительной заходы еще до приведения уютповедности прибрежной лечественной смуде Черного моря на территории села Фонтан Комитарновского района Одесской области до фактичного зреза воды Черного моря уяснующих землевладинь та землекористовань категории земель это местобудовная документация вот наскільки мне ведомо мешканцы села Фонтан Комитарновского района Одесской области неодноразово взворталась уразь институт державной влады вказывающей надеи за знаками коррупции выполняющей обязанности головы Фонтанской Рады Комитарновского района Одесской области Миши Наталья Пелик и частины депутатского корпуса при Фонтанской Раде про наявные у меня информации дии остальных суперечить воле та божанию своих выборцев тому, что занимаются лабуванием интересов коммерциейной структуры ООО-регион житловый комплекс экстенционного призначения Черноморского ривьера Мистова моря усуперечь интересам территориальной громады села Фонтанков в державе Украины чим по своей сути спричинили майнову шкоду при бескоштовной передаче обо признаженной оценке земель экстенционного призначения в корость коммерциейным структурам которые дуют на территории Фонтанской Рады Комитарновского района Одесской области и вот он здесь дает огромное количество доказательств фактов как это происходило с видеоплинарта с решениями сессии и так далее прокурор потому что в тот же день 03.04.2014 года дает ответ за номером 16-55-2033 ВИК 14 или ВИК дробь 4 где говорит что все в порядке Миша Наталья Филипповна то есть ничего не нарушила то есть ну буквально в тот же день вот после того мы подняли шумиху по этому вопросу обратились в областную прокуратуру непосредственно обратился Дмитрий Тарабанько долго были проверки разбирательства и так далее и вот за подписью тогда тот момент начальника милиции Коминтерновского района Д.И. Касая вот который дал расписал вот это вот заявление Тарабанько Дмитрия Алексеевича на значит следователей СС Тарасенко и начальника СДБС ЕЗ Коминтерновского РВ ГУМВС Украины в Одесской области П.О. Борткевича вот чтобы провели проверку ребята провели проверку но вот результативная часть мне очень понравилась педчас переверки материалов выникла необхидность в опытывании головы Фонтанской Рады гражданки Мишина НП однако в ходе телефонной размовы вышивказанная громадянка пояснила что находится на лекарняном то в на ближайший час не сможет на даты пояснения то что усилишение Фонтанской Рады принималось коллегиально депутатским корпусом сгидно чинового законодательства Украины в ходе переверки которая была в телефонном размове так понимаю материалов порушен чинового законодательства не выявлено замечательный ответ теперь прокурор Одесской области заявляет о том что бывшие прокуроры которые занимали посады видповедные то есть в Одессе Одесской области не будут занимать видповедные посады больше вообще однако что мы видим мы видим что на сайте генеральной прокуратуры сейчас происходит конкурс прокуроров и наш любимый Заперченко Виталий Сергеевич в списке номер 3 в 3 в списке стоит в конкурсе в Одесскую местную прокуратуру номер 4 Одесской области 16 ноября будет финал и мне лично бы не хотелось как жителю села Фонтанка как жителю Коминтерновского района в отношении которого в принципе данного прокурора был установлен еще факт бездеятельности то есть по-моему даже противоправный по тому же судебному иску Тарабанько Дмитрию Алексеевичу связанным с тем что он не предпринял видповедных мер по снятию с должности депутата Коминтерновского райсовета Шевченко Игоря Ивановича который проходил вместе с Виктором Александровичем Молчином по одному и тому же уголовному делу связанным с рядом коррупционных статей ну то есть приговор вступил в закон по ряду коррупционных статей прокурор Коминтерновского района практически полгода бездействовал я уже молчу о знаменитом деле отверка Шпоры вот когда отверка начала стрелять то есть любой может зайти в интернет и посмотреть это знаменитое дело поэтому вот хотел бы обратить внимание то есть меня конечно услышает прокурор Одесской области по поводу этого супчика Заперченко Виталия Сергеевича прокурора Коминтерновского района Одесской области не хотелось бы чтобы такие люди занимали видповидные чины вернее должности в тех же самых структурах где к ним вопросов более чем достаточно без лести скажу то есть я занимаюсь общественной деятельностью уже более пяти лет то есть вплотную причем у меня были достаточно громкие дела это ДП Макенли где мы суд выиграли кстати на основании потом этого дела благодаря Ольге Герасимью помогали отменить во втором чтении в 2012 году вот закон Журавского о клевете где каждого журналиста и так далее могли бы привлечь к уголовной ответственности к блогерам вот я могу сказать так что при всем при том Саакашвили он как бы к нему не относились вот мы достаточно плотно взаимодействуем в том числе и с людьми из его команды он не всесилен то есть там эти вопросы должны решать и даются полномочия непосредственно то есть тем общественным организациям тем общественникам которые как бы могут и знают об этих вопросах и двигаются я вам скажу так по фонтанке на протяжении только с приходом Саакашвили в Одессу мы наконец смогли двигать две вопросы которые мы не могли пробить 4 года в том числе я честно говоря призываю всех общественников то есть Одесса Одесской области не ждите пока за вас решить непосредственно Михаил Николозович обращайтесь к его сотрудникам то есть достаточно легко пройти на сегодняшний момент если надо будет и мы поможем наладить связь всего непосредственным представителями на местах и через них уже мы работаем я вам скажу что пошло мало того Крыжановка живой пример то есть никто не мог на протяжении практически четырех с половиной лет пробить эту стену пробили а благодаря кому по большому счету благодаря совместным усилиям но при поддержке обл. администрации при поддержке непосредственно лорки Паниза и прокурора нашего Сакваролиза надо сказать что очень помогает сейчас новый начальник то есть новый глава администрации Комитерновской Наталуха Дмитрий Андреевич с пониманием относится к общественным движениям хочет даже инициировал создание новой платформы на которой общественники могли бы работать там создание такой вертикали интересной но не буду сейчас вдаляться я скажу что так сдвинулось все это и мы четко понимаем что вот если мы на местах не поможем то кто бы не пришел нам какой бы нам президент какой бы весомый человек да Саакашвили бренд мы понимаем в каком-то мировой бренда он много что сделал хорошего плохого у себя в стране приехали нам помогать если мы будем сидеть он не поедет в Фонтанку он не поедет в Крыжанок он не поедет там на Каролина Бугас где он там решает вопрос он говорит люди поднимайтесь я буду помогать и поэтому мы все стали Вы упоминали Черноморскую ревьеру коммерческие структуры а не хотите ли вы инициировать и почему вы всем об этом не говорите о деятельности и участии в выделении коммерческим структурам земли бывшей главы комитетерновской рай госадминистрации Людмила Прокопейченко вопросов нету возможно эти вопросы и надо поднимать но нельзя полностью закрепить все мы цепляем то что на сегодняшний момент касается фонтанки копать дальше вопросов нету можно копнуть но к сожалению я занимаюсь общественной деятельностью на территории фонтанки 5 лет документов связанных с выделением допустим непосредственно Прокопейченко Людмилы Ярославовны то есть земельных участков на территории фонтанского сельского совета лично у меня нету но у меня есть допустим документы связанные с детальным планом развития территории опять же той же самой Черноморской ривьеры где подписан на многих документах это Тевтол Геннадий Александрович это на сегодняшний момент он занимает должность главы комитетов главы комитетовского райсовета бывшего Молчана Виктора председателя фонтанского сельского совета Молчана Виктора Александровича я привык говорить о том что есть дайте документы покажи эти документы можно будет двигаться куда-то дальше скажем так это слухи на сегодняшний момент документов я не видел я понимаю что прокопечка Людмила Ярославовна достаточно неоднозначная личность я это могу сказать в камеру вот другой стороны человек заслуживает уважения по двум причинам прежде всего человек сделал себя полностью сам это во первых во вторых на сегодняшний момент когда началась ситуация то есть то что сейчас творится в Украине то есть что бы они ни говорили то есть она оказывает немалую помощь в 28 механизированной бригаде насколько я знаю кстати отправляла детей в педерлагеря закрытого типа с питанием проживанием на месяц мы тоже принимали участие по ее квоте отправляли несколько семей ну детей отправляли туда на отдых поэтому знаем такие факты да мало того я вам скажу что в принципе благодаря то есть усилиям Серотюка Руслана вот на территории Коминтерновского района и Прокопечки Людмилы Ярославовны если на то уже пошло то есть мы первый раз могли об этом заговорить на Коминтерновском телевидении а теперь парадокс получается да с одной стороны она как бы вот вы говорите да что она как бы там уделяла виновата хотя насколько я знаю по поводу этого поднимались вопросы и по криминальному проваджению и так далее то есть там целый ряд был да ну были что вы хотите против нее разбирательства возможно и по этим вопросам я не знаю об этом много говорили это очень серьезные наработки по поводу фирмы ДП Маккенли дочернее предприятие Маккенли которое взяло в аренду в межах села Фонтанки землю 33 гектара по моему мнению принятие решения о выделении в аренду этой земли было принято с нарушением законодательства или в действиях были признаки коррупции в деталях могу потом ну это это тема отдельная пресс-конференция что там очень много нюансов вот поэтому по поводу Юль Фирм я как глава общественной организации громады Фонтанки мы тоже занимаемся там очень интересная тема я думаю что через выборы мы об этом поговорим да спасибо всем спасибо всем да я же еще раз